Гражданские правоотношения В гражданских правоотношениях обязательно присутствует субъект, объект и содержание правоотношения. Участников гражданско-правовых отношений называют субъектами гражданского права. Им может быть самый широкий круг участников. Это и граждане, и юридические лица, и государство. Юридические лица – это предприятия или организации. Физические лица – это граждане страны и все те, кто находятся на ее территории. Граждане становятся субъектами гражданских правоотношений, если они обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность – это способность иметь права. Дееспособность – способность самостоятельно осуществлять права и исполнять обязанности. Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет наличие дееспособности в зависимости от возраста. Дееспособность физического лица формируется постепенно. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Сделка – это любые действия, соглашения, целью и следствием которых является возникновение, изменение или прекращение каких-либо гражданских прав или обязанностей. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своими доходами, осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства. Их дееспособность частичная. С 18 лет гражданская дееспособность в полном объеме наступает для всех. Правоспособность и дееспособность юридического лица возникает в момент государственной регистрации и прекращается в момент ликвидации. Организационно-правовые формы коммерческих организаций включают в себя следующие типы. Хозяйственные товарищества. Корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Хозяйственные общества. Могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества. Крестьянское хозяйство. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной деятельности в области сельского хозяйства. А также организационно-правовые формы делятся на Хозяйственные партнерства. Коммерческая организация, созданная двумя или более лицами. Производственный кооператив. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной хозяйственной деятельности. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Основными объектами гражданских правоотношений являются как материальные блага – имущество, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, так и нематериальные – жизнь и здоровье человека, его имя, честь и деловая репутация, личная неприкосновенность, личная и семейная тайна. Право собственности порождает три правомочия – право владения, право пользования, право распоряжения. Содержанием гражданского правоотношения становятся права и обязанности, которые касаются непосредственных участников этого правоотношения. Право на результаты интеллектуальной деятельности – это исключительно право как личного, неимущественного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной, в первую очередь, творческой деятельности. Право на результаты интеллектуальной деятельности сочетает в себе и имущественные, и неимущественные права. Например, авторское право, которое регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы, искусства. Или же патентное право, которое регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, возникающие по поводу промышленной собственности.